Приветствую вас, и я думаю, что нажать твой ответ нужно с того, что заметят. Сразу от твоего мужа вы не уйдете. То есть вот моя коллега пишет, что вам нужно уйти. Она права, может быть вам и нужно уйти, потому что домашний насилие, его неуважительное отношение с вам, соответственно. Что это негативно, но сразу вы не уйдете. Понимаете, что это нужны ресурсы для того, чтобы уйти. Нужны ресурсы для этого, а их нет. Их нет. Ресурсов нет. Нет. Потому что у вас занижена смазанка, вы не уверены в себе, и вы боитесь отца парна. Скорее всего. И я думаю, что эти факторы, они делают ваши отношения не свободными, они делают ваши отношения чересчур зависимыми. То есть вы зависимы. Понимаете, Александра, вам нужно ответить себе на вопрос, считаете ли вы такое поведение своего мужа адекватным по отношению к себе? Да. То есть считаете ли вы, что он относится к вам хорошо, что вы этого заслуживаете? Да? То что, ну, вы заслуживаете того, чтобы он вас образовал. Вот. Тем более, ну, еще раньше. Вот. Что, что он, чтобы он говорил такие вещи, как он, как он говорит. Да? Угрожает. Он может, соответственно, манипулирует вами. Считаете ли вы себя достойностью в этом? Можно сколько угодно говорить о том, почему мужчины это делают. И ему это нужно уже работать с мужчиной. Но вам нужно, в первую очередь, ответить на этот вопрос. Если вы ответите однозначно на вопрос «нет», то есть вы считаете, что такого отношения неприемлемо много, то подумайте, а почему не тогда вы свое отношение, точнее, такое отношение терпите к себе? Ради чего? Для чего? Почему? Причины есть? Конечно. Какие причины? Это нужно выяснить. Что вас мотивирует пренебрегать вот этой вот позицией, что мужчина относится к вам, ну, не так, как нужно. Не достоин. Понимаете? То есть, легко сказать, да, вот, уйти, бежать. А если нет сил, если нет средств, если нет ресурсов, как уйти, если я боюсь, если мне что-то нужно. Да? То есть, мужчина, он вам что-то дает, раз вы с ним все это время находитесь. Мужчина вам что-то дает, если вы терпите угрозу не только в свой адрес, но и в адрес своей семьи. Значит, что-то для вас важнее? Важнее, чем манипуляция, чем угроза семьи, чем оскорбление, чем физическое насилие. Что-то для вас важнее и нужнее. Подумайте, что это? Что это? Любовь? Вряд ли. Вряд ли это любовь. Потому что любящий человек, вот человек, который, ну, действительно любит, он, как правило, точнее даже не как правило, а он всегда любит себя. Если человек любит по-настоящему, жена любит себя. Вот. То есть, если, если вы любите своего мужчину, вот, допустим, если вы любите своего мужчину, то это значит, что вы любите себя. Вот. Вот. Но вы не ведете себя так, как будто вы себя любите. Понимаете, какая история? К сожалению, вы не ведете себя так. Просто. И именно поэтому я и думаю, что, именно поэтому я и думаю, что вы, вот, мужчина не из-за любви. А, я не знаю, из-за чего вы, а, с ним, честно. Ну, я думаю, что это можно выяснить. Я думаю, что это можно выяснить. Достаточно легко, если, вот, с вами поработать, если проанализировать, а, что происходит у вас. И тогда, в общем, будет понятно. Понятно. Понимаете? Какая история. То есть, тут, вот, в общем и целом, можно формулировать, именно, такую мысль. Я думаю, что, понятно, понятно, что вам нужно уходить от мужчины. Это понятно. То есть, тут, вот, никаких, вообще, сомнений нет. Нет, по крайней мере, у меня, у меня нет сомнений в том, что вам нужно от мужчины уходить. Вот. Но, у меня есть серьёзные сомнения в том, что вы сможете это сделать. Потому что, пока, на данный момент, вы чересчур сильно от него зависите. Вот. Вы чересчур сильно в нём нуждаетесь. Вы чересчур сильно, ну, у вас чересчур сильно развита потребность в нём. Ну, в мужчине, вот, вашему мужу. И, пока эта потребность существует, вы вряд ли сможете от него уйти. То есть, вы не самостоятельно, вы от него не отдалились. И, сначала вам нужно отдалиться от него. Именно отдалиться вначале вам нужно от него. И, находясь с ним вместе, находясь с ним рядом. А потом, уже потом, уже потом, вы сможете отдалиться, если нужно, от него физически. Вот. Есть шанс, что мужчина, ну, действительно, увидит, что вы от него отдалились. И, есть шанс, что он действительно поменяет в себе и будет расти себя по-другому. Есть такой шанс. Он маленький, он небольшой, но он есть. И, я думаю, что вы, в общем, в целом, я думаю, что вы сами, как бы, ну, это знаете. Я думаю, что вы сами себя отдаёте в этом отчёт. И, поэтому, от счастья, поэтому вы и не уходите от него до сих пор, потому что надеетесь, что он изменится. Но он не изменится, если вы, если вы не измените. А вы, вы будете меняться только в том случае, если примете свои потребности, примете свои желания, которые у вас есть. Вот. И не начнёте их, а, удовлетворять. Вот. Вот это всё. Я думаю, так. Можно ответить вам на вопрос. Ну, и посмотрите треугольник Карпмана в интернете. А, там раскрыта, раскрыта ваша позиция. Я могу вам сказать, что вы ведёте себя, как чертва. То есть, отсутствие личной ответственности за себя. Отсутствие личных границ. То есть, где один другой человек, где я. Разграничения. В этом я могу вам помочь. В этом я могу вас научить. Научить. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Продолжение следует...